Ну, вы посмотрите, вы посмотрите, снежные вершины, обалдеть! Мы сюда не заехали, мы сюда вскарабкались. Высоко, серпантин. Но с другой стороны, я же хотел горы, вот они и горы. Путешествие вокруг Альп – это две тысячи километров прекрасных видов, но не только. Еще это четыре страны, и возможность увидеть и сравнить четыре народа. Немцы, французы, итальянцы, австрийцы. Как живут. Как водят машины. Как отдыхают. Увидеть все и сразу, что может быть интереснее. Поэтому усаживайтесь удобнее и пристегивайте ремни безопасности. Мы отправляемся. План такой. Из Германии переедем во Францию, потом в Италию, Австрию и обратно в Германию. Объедим Альпы против часовой стрелки. Путешествие начнем в городке Швебиш-Халь. Он находится в Германии. Вот здесь. Это один из немногих немецких городов, кого пощадила Вторая мировая война. Вполне типичный довоенный город. Чтобы сравнить французские и итальянские города с немецкими, давайте рассмотрим Швебиш-Халь повнимательнее. Каркасные пахверковые дома. Обычно двускатные крыши. Отдену все красивое сразу. Это явно не о немцах. Простые фасады без лепнины, где-то украсили недостаточно, без перебора. Хорошо, это когда все ровное, практичное и желательно квадратное. Знаете, что удивляет? Ведь домам много лет. У них деревянные перекрытия. Но почему-то не сносят. Почему-то сохраняют. Обратите внимание, днем в Швебиш-Хале почти нет людей. Все работают. Производят много чего. В том числе легендарные автокресла Рикара. Один из самых богатых регионов Германии с минимальным уровнем безработицы. В городе живет 200 тысяч человек. 97% трудоспособных заняты. Когда закончится рабочий день, немцы заполнят ресторанчики до отказа. Хороший сотрудник отдыхать должен достойно. О, вон крепость. Ух ты, замок. Замок, кстати, отличается от крепости тем, что принадлежит одному владельцу. А крепости нет. Но, позвольте, с замками и крепостями мы разберемся позже. Такой шанс еще будет. И не раз. А сейчас нам пора выезжать. Да, забыл сказать. Сущая мелочь. Ничего особенного. Даже не знаю, стоит ли вам об этом вообще говорить. Короче. А мы поедем... Бесплатными дорогами. Да, знаю. Это тысячи поворотов. Сотни деревень. И непонятно, насколько узкие дороги. Знаю. Будет сложно. Почему не платном шоссе? Ну... Как вам сказать? Вот, ну, Костя, ну как так может быть? А у вас не было такого, что сидишь, обсуждаешь с одноклассником здоровый образ жизни? Не местные, к сожалению, пьемы Баварские. Нас обманули в приходе. И вот после пятой кружки делаешь, как бы это сказать, сомнительное заявление, что нет проблем объехать Альпы бесплатными дорогами. А, низом, 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 да, да. А еще через пару кружек споришь, что ни разу за две тысячи километров не съедешь на ровную скоростную платную автотрассу. И не важно, насколько устанешь от сельских дорог. На что поспорил? Да на кружку пива. Но это совершенно не важно. Мужской спор есть мужской спор. Короче, едем вокруг Альп бесплатными дорогами. Обещаю. Так будет даже интереснее. Едем на юг, в сторону Альп. Мы находимся в удивительном месте. Здесь проходит граница пивной и винной Германии. Да-да, винный. Представьте себе, в Германии есть винные регионы. Я не фанат вина, а вот проехать мимо пивного заводика не могу. Давайте заклянем, буквально на секунду. Всего-то пара гектар земли, пара цехов, пара складов и пара сотен лет упорного честного труда. Таких пивоварен в Германии почти полторы тысячи. Прошу прощения за задержку. Мы незамедлительно ускоряемся. Тем более в Германии для этого есть автобаны. Я не нарушаю условий спора. Автобаны абсолютно бесплатные. Сейчас модно ругать немецкие скоростные шоссе. Покрытие не то, знаки не очень блестят. Да, может где-то в Швеции или Дании дороги ровнее, а в Бельгии вообще все шоссе освещены. И да, многие немцы говорят, за последние десятилетия автобаны стали хуже. Но все равно, это отличные дороги. Однако ценнее другое. Автобанов много. Очень много. Вы можете въехать в Германию с любой стороны, а выехать с противоположной. Вся поездка пройдет по автобану. И вы ни разу не встанете на светофоре. Не важно, сколько проедете. Тысячи километров или две. На страну размером с Польшу немцы построили более 13 тысяч километров скоростных шоссе. Бесплатную дорожную сеть такого размера не уважать нельзя. За окном проплывают поля, леса, городки и деревеньки. Мы проезжаем исторический регион Швабия. Сейчас он разделен на Баден-Вюртенберг и Западную Баварию. Город, в котором мы начали путешествие, совершенно не случайно называется Швебеш-Халь, то есть Швабский Халь. В этой области говорят на особом швабском диалекте. Его не факт, что поймет житель Берлина. Швабы известны в Германии как самые расчетливые немцы. Представьте, самые расчетливые из и так расчетливых немцев. Что может дать миру народ, который совершенно не понимает смыслу тратить деньги на цыган с медведями? Ну, как вам сказать? Во-первых, эти люди придумали и сделали Мерседес. А если вам и этого мало, то знайте, они также придумали и сделали Порше, а еще Бош. А их соседи, также хорошо считающие деньги баварцы, построили БМВ и Ауди. Проехать мимо столицы Швабии, в которой расположены штаб-квартиры Мерседеса и Порше, преступление. Штутгарт находится на юге Германии, до Альп, километров 150. По сравнению с Швебешхалем, на улицах заметно больше людей. Сразу понятно, это крупный город. Шестой по численности в Германии здесь живут 600 тысяч человек. И вот представьте, на эти 600 тысяч жителей построено 200 остановок метро-трамвая. Много ли это? Понять легко. Представьте, что в Москве не 300 станций метро, как сейчас, а 4 тысячи. Штутгарту досталось во время Второй мировой войны. Его отстроили, почти не меняя этажность и сохранив старую городскую планировку. Получилось Средневековье в исполнении 21 века. Так как исторический центр города не сохранился, не будем на него тратить время, лучше заглянем в один из переживших войну районов. Старые кирпичные дома, высокие потолки. Но, чтобы понять, как живут люди, недостаточно рассмотреть фасады. Нужно заглянуть во дворы. И здесь Штутгарт меня удивил. Я ожидал увидеть лужайку с дорожками и скамейками, а внутри домов, дома, двора практически нет. Застройка поразительно плотная. Жить на расстоянии вытянутой руки от соседа нужно уметь. Я читал, что немцы мастера низовых институций, то есть умеют договариваться и устанавливать неписанные общественные правила. А это означает, каждый знает, где во дворе хранить свою швабру. И не дай бог поставить ее не на свое место. Бродить по дворам интересно, но нам нужно ехать дальше. Слышу, кто-то предлагает заехать в Шварцвальд. И правда, рядом, буквально за границей Штутгарта находится знаменитый черный лес Германии Шварцвальд. Вот это Штутгарт. А это Черный лес в область размером 150 на 50 километров. Этот лес знают все, ведь именно здесь живут Красная Шапочка, Волк и Семеро Козлят. Да, еще здесь начинается Дунай. Это его исток, и он течет к Черному морю. А это начало Рейна, и он направляется к Ла-Маншу. По этим двум рекам можно доплыть из Черного моря, например, в Англию. Но на Черный лес, к великому сожалению, совершенно нет времени, ведь нас ждет Франция. Как нехороши и бесплатно автобаны Германии, давайте съедем на обычную дорогу, ведь это последний шанс увидеть немецкие деревни. Дома в два-три этажа, простые двускатные крыши. Если дома новые, то желательно белые, то есть максимально элегантные. Все продумано, рассчитано, грамотно построено, придраться не к чему. Немцы не любят заборы. Кое-где по границам участков высажены кусты, но пусть вас не смущает отсутствие оград. Все знают, что пересекать границы соседей нельзя. О Германии можно рассказывать часами, но я вынужден прерваться, ведь впереди у нас Франция Но это в следующей серии. Всего хорошего и до скорого! Редактор Корректор А.Егорова